Итак, всем привет, подписчики моего канала, гости, заходящие на мою страницу, радиолюбители, ремонтники бытовой техники. Всех категорически приветствую на своем канале. Вот, хотел вот о чем рассказать. Буквально два дня назад у нас здесь была очень сильная гроза. Очень сильная. Я в этот момент находился на работе. Мы, в общем, здесь дома было выключено все электрооборудование, поэтому, как говорится, ничего не сгорело дома. А вот у некоторых людей, у кого были, например, вот различная бытовая техника, в частности, вот, например, блок питания от ноутбука мне вчера приносили, я не стал видео снимать, потому что не был уверен, что я его смогу починить. Но там проблема была во входных цепях и во входных фильтрах сетевого питания, то есть там просто они оборвались. Вот, сейчас я буду ремонтировать вот этот вот стабилизатор питания Ресанта, автоматический стабилизатор напряжения. Сейчас я его разберу, я его разобрал, сейчас покажу, что тут находится внутри. Вот, здесь вот стоит вот этот вот трансформатор троидальный большой. Ну и, соответственно, схема стабилизации, вот эта вот схема управления. Я, конечно, тоже не уверен, заработает она, не заработает, но сейчас буду все это делать, ремонтировать и попутно вам обо всем об этом рассказывать. Что хочу сказать по поводу грозы. Я вот из-за этой грозы даже боюсь делать внешнюю антенну, так как мне нужно еще продумать вариант грозозащиты. Нужен специальный разрядник. Не просто заземление, которое вот я использую, вот у меня висит заземление, вот. Это, скажем так, для того, чтобы можно было радиостанцию заземлить, но не более того. Она не подойдет для того, чтобы заземлять антенну. Поэтому нужно будет продумывать именно заземление. Но так как антенну все-таки хочется сделать, я ее буду делать, наверное, скорее всего, после того, как этот грозовой сезон пройдет. И ближе к осени нужно будет делать антенну. Но это потом об этом расскажу. Сейчас буду заниматься непосредственно ремонтом. Я вот заметил здесь только то, что здесь вот дорожка сгорела. Вот. И эта дорожка идет... Дорожка идет с одного из переключающих реле. Здесь вот релюшки стоят. Вот сейчас буду разбираться. Вот здесь вот видим даже транзисторы мощные. Так что сейчас я эту дорожку попробую восстановить и посмотрю, что будет. Ну, а также посмотрю, какое напряжение на выходе он выдает сейчас. И выдает ли он вообще напряжение. Сказали, что он что-то выдает, но этого недостаточно. Вот сейчас будем смотреть. Так, ну, в первую очередь, сейчас включим в сеть и посмотрим, что он вообще здесь выдает. А вот он выдает вот что. Входит в защиту. Срабатывает какая-то вот ошибка N. Напряжение. Так, ну что ж. Будем смотреть. Так, сейчас будем проверять, испытывать. Я, так как боюсь все это делать в домашних условиях, поэтому сейчас на улице проверим. Ага, что-то включилось. Так, смотрим. Ага, 220. Ну, вроде бы работает. Но что я здесь делал? Я только восстановил дорожку. Здесь ничего такого я больше не делал. Восстановил вот эту перегоревшую дорожку. Она делала какие-то переключающие режимы между обмотками, так как трансформатор при включении очень сильно грелся. Сейчас такого не наблюдается. Все работает. Надо попробовать какой-то нагрузкой нагрузить. А так, в принципе, работает все хорошо. Сейчас еще проверю, испытаю под нагрузкой, и все должно быть нормально. Так, 900 ватт. Ясненько. Ну, так все работает, в принципе, нормально. Если есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Может быть, есть советы какие-то потом, как можно сделать грозозащиту хорошую для внешней антенны, для длинного провода. Потому что я просто элементарно боюсь. Сейчас, в принципе, погода у нас очень жаркая. Облака. Но, опять же, надо будет дождаться, когда закончится вот этот грозовой сезон. Потому что, блин, страшно очень гроза была. Вот. Так, ну, что у нас здесь? Вроде бы все работает. Ну, ладненько. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте. Всем пока. Вот сейчас собираю. Испытал все нормально, все работает. Здесь просто не происходило переключения по обмоткам. То есть, здесь вот стоит трансформатор, который я вам показал. И здесь не происходило переключения по обмоткам. Он не входил в этот режим, в котором он должен стабилизировать. И в результате сильно горел... Сильно нагревался вот этот троидальный большой трансформатор. Все. Здесь больше как бы никакого такого сложного управления нет. Так что, ребята, не бойтесь разбирать и ремонтировать подобную технику. Но нужно соблюдать правила безопасности. Вот вчера, когда я ремонтировал блок питания от ноутбука, я столкнулся с тем, что у него конденсаторы стоят, которые в цепи, они включены в таком режиме, что не с выхода, как говорится, и не со входа током вас не ударит. Но они в схеме включены так, что вас может, например, ударить током во время его ремонта. То есть, вы включили, проверили, выключили, начали все это собирать. И у вас произошло вот это вот... У вас произойдет очень неприятный удар током, так как там конденсаторы на 400 вольт и на 25 микрофарад, кажется. Вот. Ну, еще как его разбирать? Я его пропилил болгаркой, ну и это, в принципе... Я отдельное видео буду снимать по ремонту блок питания ноутбуков. Расскажу, что там и как. И покажу, как... Расскажу, как, в принципе, он работает. Это довольно то, что, я думаю, интересно будет. Вот так. У нас все здесь нормально. Все затянуто. Здесь... Вот здесь, в данном стабилизаторе, таких нет конденсаторов, которыми вас может ударить. Здесь все переключение сходится на переключение релюшками. Релюшки, слава богу, все оказались живые. Вот. Все нормально, все работает. Так, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok